Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости Анапы. Регион» в студии Ирины Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. С праздником десантники! 7 лет на защите детства. Уборочная страда на Кубани завершилась праздником урожая. 2 августа воздушно-десантные войска отметили 85-летие со дня своего основания. По случаю в Анапе прошел яркий праздник. Поздравить славных десантников с праздником у стелы воинской славы собрались ветераны, городские власти, анапчане и гости курорта. Ребятишки с азартом исследовали привезенные боевые орудия и военную технику. Много добрых слов прозвучало в адрес боевой элиты. Хочется еще раз поблагодарить людей и командование дивизии за то, что они воспитывают настоящих патриотов в своей родине. За то, что эти люди умеют не только защищать родину, а и в нужное время, в мирное время, помогать людям, которые нуждаются в их помощи. Еще раз хочу выразить вам слова искренней благодарности. Поздравляю вас с праздником. Желаю вам счастья, здоровья, мирного неба и верных друзей. ВДВ не просто род войск. За службой в рядах десантников стоит ежедневная готовность дать отпор любому врагу, посягнувшему на нашу родину. Мы склоняем голову перед подвигом воинов-десантников. В память о павших в бою отслужили панихиду. Почтили ушедших минутой молчания и залпом орудий. Я глубоко уверен, что девиз воздушно-десантных войск – никто, кроме нас, мы будем поддерживать и сохранять в такой же уверенности, как и раньше. С праздником, дорогие друзья! Цветочные корзины и алые гвоздики возложили в этот день ко всем памятникам и братским могилам воинов. Почетными грамотами и медалями наградили тех, кто о войне знает не понаслышке. В службе Михаил Сорокин отдал 20 лет своей жизни. Из них 17 – в воздушно-десантных войсках. Быть десантником – это значит быть настоящим мужчиной, быть защитником Отечества, выполнять все задачи, которые необходимы для защиты своей родины, своей семьи, своих родных и близких. Праздник переместился на театральную площадь. Десантники продемонстрировали публике небольшую показательную операцию по уничтожению противника. Сквозь ирудийный дым зрители с восхищением наблюдали за приемами рукопашного боя, силой и выносливостью бойцов. Место оружия в руках у бойцов гитары и микрофоны. Пронзительные песни в исполнении этих мужественных людей берут за душу. Боевое братство навек, боевое братство на годы и дни. И от тех, кого с нами нет, сердце память мы навсегда сохраним. Глядя на них, многие мальчишки, возможно, в будущем тоже станут военными офицерами и будут защищать родину. Мы очень много делаем для того, чтобы молодежь хотя бы знала, что такое Великая Отечественная война, что такое Афганистан, что такое Чечня. И дети, я вам скажу, сейчас в последнее время начинают прислушиваться к этому. На площади развернули настоящую полевую кухню, куда сразу же выстроилась очередь желающих отведать солдатской каши. Кстати, в фонтанах в этот день в Анапе никто не купался. Как говорят десантники, настоящим мужчинам некогда заниматься глупостями. Им нужно родину защищать. 1 августа исполнилось 7 лет с момента вступления в силу закона Краснодарского края номер 1539 о мерах по профилактике безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних. Именно Анапа стала экспериментальной площадкой, где детский закон был успешно опробирован еще до его официального вступления в силу. И на протяжении всех этих лет он успешно исполняется на территории курорта. Каждый вечер, не исключая выходные и праздничные дни, в городе и во всех сельских округах муниципалитета проходят рейды, в которых участвуют сотрудники администрации и полиции, представители казачества, родительской и студенческой общественности, органов территориального самоуправления и других общественных объединений. После 10 часов происходит много чего отрицательного на улице. Не всегда, конечно, не везде, но это может произойти. И дети, самая незащищенная часть нашего населения, они должны находиться либо дома, либо с законными представителями, с мамой и с папой. За время действия детского закона родителям переданы тысячи подростков, выявленных в ночное время. А ведь в отношении каждого уведенного с улицы ребенка могло быть совершено преступление. Данный закон, действуя на протяжении 7 лет, дал нам очень хорошие результаты. Хотелось бы привести пример. У нас в 2007 году 104 подростка совершили преступление. На протяжении 7 лет, действуя закон, у нас подростковая преступность снизилась. По итогам 2014 года у нас всего 30 подростков совершили преступление. То есть это реально, реальные цифры, реальные показатели практически в три раза уменьшились. То есть данные дети были вовремя выявлены, вовремя вернулись домой и совершили противоправные действия. Рейдовой группе долго искать не пришлось. Группа подростков сидит на лавочке без присмотра взрослых. Хотя на часах уже почти 11. Родителям грозит штраф. А на обчании гости курорта детский закон оценивают положительно. После 10 вечера опасно на улице ходят пьяные люди. Нельзя детям гулять в это время. Я считаю это правильно, потому что нужно дисциплину к детству развивать. Поэтому я согласен, чтобы они дома были находились. Только за 7 месяцев текущего года в Анапе проведено 915 рейдовых мероприятий. Сформировано 2810 рейдовых групп. Выявлено 280 несовершеннолетних, нарушивших требования детского закона. Ярким праздником завершили уборочную страду на Кубани. В минувшие выходные в Краснодар съехались лучшие хлеборобы на день урожая. Вместе с земляками поздравления принимали и анапчане. Встречая многочисленных гостей, герои дня щедро делились радостью. Жатва 2015 года стала рекордной. Почти 10 миллионов тонн зерна собрали кубанские земледельцы. Благодаря их труду у тысяч семей на столах будет хлеб. Умеют трудиться, умеют и праздновать. На площади у дворца спорта Олимп развернулась широкая ярмарка. Здесь все, чем богата Кубань. Обилие фруктов и овощей, настоящее кубанское вино, медовые развалы и песни льются рекой. Лучших хлеборобов по традиции чествуют первые лица Краснодарского края в числе почетных гостей главы кубанских городов и районов. Кубань собрала почти 10 миллионов тонн зерна. Это невиданный урожай за всю историю нашего края. С хлебом вам! Мы их все родом, и особенно те, кто его здесь, в Итангале, от земли. Мы знаем яйца. Мы понимаем, что земля, это то, что кормила, кормит и будет кормить не только Кубань, но и всю страну. Мы проросли кутора, станицы и превратились в самую мощную, основную жилинку всей страны. Поэтому и отношение к хлебу у нас, у кубанцев, не просто трогательное, а святое. Самое главное – передавать любовь и уважение к земле детям и внукам, бережно хранить лучшие традиции Кубани. Кубань сегодня на первом месте. Я горжусь этим показателем. Я горжусь тем, что я живу среди вас, среди таких замечательных людей. Праздник область, дорогие! И самого-самого доброго! Герои дня – земледельцы, комбайнеры, трактористы, агрономы. Награды в благодарность за труд. Праздник продолжился в Куренях. Глава Анапы Сергей Сергеев заглядывает на подворье города-курорта. Здесь дегустация вина и меда, казачьи песни на необычной сцене «Привет из прошлого», а посреди фонтан. Из соломы и снопов, а вместо воды – золотая роса пшеницы. Задумка удалась. Рукотворный объект запечатлели сотни фотообъективов. Хочется сказать, отметить то, что этот урожай в этом году у нас – это рекордный урожай. Урожайность составила 50,5 центнера – это по айзимой пшенице. А всего наш каравай стал более чем на 10 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. И общий вес нашего каравая анапского составил 66,5 тысяч тонн. С такими показателями хотелось бы поздравить наших всех аграриев, пожелать им нового уже года успешного, еще более успешного, чем этот год. Ну и сегодня празднуем, а завтра в поля на работу. Завершение жатвы еще не точка в аграрном деле. Тревоги за урожай позади – теперь другие заботы. Выгодно продать плоды своих трудов и подготовить пашню под урожай будущего года. В рамках фестиваля «Анапа. Республика детства» жители и гостей курорта порадовали ярким концертом. Ребята и взрослые из лагеря «Энергетик» подарили настоящий маленький праздник и хорошее настроение. Корабль «Детство» под названием «Энергетик» отправился в далекое путешествие по экзотическим островам. Делали импровизированные остановки на острове солнечных улыбок, верных друзей и мудрых наставников. На палубе творческого корабля – ребята с разных уголков России, приехавшие в «Анапу» за новыми впечатлениями и теплым солнцем. Счастливое детство – это улыбки, дружба, море, солнце и возможность проявить себя, научиться чему-то новому. Лагерь «Энергетик» предоставляет ребятам такую возможность. Я отдыхаю в самом лучшем лагере «Энергетик». Здесь я отдыхаю уже четвертый раз. «Энергетик» – это просто как жизнь, маленькая жизнь. Когда приезжаешь и переживаешь кучу эмоций, находишь множество друзей. Зрители подпевали, аплодировали и заряжались бодростью и энергией, которую неутомимо дарили им со сцены маленькие моряки. В рубке капитана Леонид Краснорудский, директор детского лагеря «Энергетик». Он уверен, что Анапа должна во что бы то ни стало сохранить статус детского курорта и славные традиции, лечебные, педагогические и воспитательные. «Город Анапа уже на протяжении многих лет принимает гостей нашего курорта. Вся инфраструктура этого курорта и нашего лагеря становится с каждым годом более современной для того, чтобы каждый ребенок мог найти себя в этом замечательном чудесном городе. Вот даже такой маленький, как вот этот мальчик». Работать с детьми значит тоже быть немного ребенком, энергичным, умеющим подмечать новое и современное, учить детей и самому учиться у них в неиссякаемой энергии, постоянно развиваться и двигаться вперед. «Если бы мне сказали, что я буду руководителем детского лагеря, я бы, наверное, сказал, вы меня с кем-то перепутали, это не я. Но видите, так сложилось, что я здесь, я живу в Анапе и я счастлив. На самом деле это большая такая сложная работа, но вы знаете, я, наверное, очень счастливый человек, что я работаю в детском лагере уже, кстати говоря, 15 лет. И все это время получают в жизни огромное удовольствие». Каникулы, проведенные в Анапе, да еще и возможность выступить на сцене, ребята не забудут. Увезут в своей памяти и фотоаппаратах эти счастливые моменты маленького праздника под названием «Лето». Лето в энергетике. Лето в Анапе. В минувшие выходные в городе-курорте открылся долгожданный магазин «Уютера». Первых покупателей ждали сюрпризы и сервис на самом высоком уровне. В мега-центре Красная площадь своей двери покупателям распахнула крупнейшая сеть специализированных магазинов товаров для дома «Уютера». «Уютера» лидирует по количеству магазинов и по охвату регионов. Более 125 магазинов в 45 регионах России. Более миллиона покупателей в месяц находят здесь для себя всегда что-нибудь новое. Уникальность магазина в разнообразии товаров и возможности широкого выбора. Чтобы предоставить своим клиентам только самое лучшее, специалисты компаний посещают все крупные выставки Европы и Азии. Сегодня примерно половина ассортимента – прямые поставки из-за границы. Эксклюзивные предложения. В нашем магазине очень широкий ассортимент, более 25 тысяч наименований. В таких разнообразных группах, как посуда для приготовления, столовая посуда, предметы рукоделия, декора, садовая мебель и также товары для дачи. «Уютера» дает возможность покупателям проявлять фантазию, индивидуальность в создании дизайна и интерьера уютного дома. Магазин работает для тех, кто любит свою семью, свой дом, кого не удовлетворяет привычный всем набор стандартных вещей из гипермаркетов. «Мы придерживаемся демократичных цен. Постоянно наши цены меняются. Мы устраиваем различные акции. Наш магазин особен тем, что он очень лояльно относится к покупателям. Мы дорожим каждому из них и стараемся сделать самые комфортные условия для того, чтобы покупателям было у нас уютно и спокойно за то, что они приобретут качественный товар». Первые покупатели сразу же оценили широту и уникальность ассортимента «Уютеры», удобство и качество ценовой политики. «Пришла еще минут, наверное, 10-15, но вот сразу же успела выбрать себе. Надеюсь, еще что-то приближу. Мне вот нравятся вещи, которые именно как для интерьера, для уюта квартиры. То, что вот что-то обставить». В магазине предлагают как готовые решения для обустройства домов и квартир, так и возможность самим проявить дизайнерскую смекалку с помощью представленной продукции. В «Уютере» действует бонусная программа. При покупке до 15% возвращается на карту «Уютера Клуб». Приходите в новый магазин «Уютера» и сами оцените преимущества магазина. Вам здесь обязательно понравится и непременно захочется вернуться за новинками для своего дома или подарками для близких. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов в Тайной Медной Горы. Во вторник, 4 августа, в Анапе малооблачно, небольшой дождь с грозой. Температура воздуха днем 25-28 градусов, ночью до 27 градусов тепла. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 27 градусов. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной Горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайной Медной Горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Партнер программы новости Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Чистый воздух и близость к песчаным пляжам – вот главное достоинство Кавказа. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова